Всем добрый вечер, меня зовут Илья Ходьков, мы все в баре Гара, где нам предстоит увидеть матч не по FIFA, не по футболу сегодня, не по футбольной симулятору, а по компьютерной, точнее консольной игре в баскетбол. У нас технические проблемы, пока что нет сигнала, надеемся, что все в основном появится, картинка. Прожила ката-пирезагрузка по 44. Такие вот непредвиденные ситуации. Пока пауза. Представим соперников. Кто у нас сегодня играет? Ребята, представьтесь. Нет, Бросяна, скажите, кто вы? Я работаю в сантехниках в школе. Как зовут? Работаю в этой школе без рук, без трудовиков. Мы пилим табуретки и играем на баяне перед львом. Ильбатский бомб! Самое главное, как вас зовут? Как вас зовут? Меня с Семеном. У меня тоже. Два Семена встретятся у нас в таком противостоянии по консольному баскетболу. Что происходит? Если вообще PlayStation 4 загрузится сегодня. Если PlayStation 4 загрузится, то матч состоится. Нет, у нас сегодня турнир был по полу, не вот. То есть тест-драй проверить PlayStation, выдержит на баскетболе? Какие, кто-то сегодня придут? Все, блин, всегда ты решила. Это что? 7200. 7200? 36 человек, по 200 рублей 7200. Это приз половой, допустим. Это вся зарплата за ЧК. За год. Какой сейчас приз будет в баскетбол? Наверное, он завщикай еще будет найти, который согласится. Отдать там зарплату. А ты тут зашел? Так. Все, 20. NBA 2K20? ВК 2. То есть, то новая версия баскетбола. 2K. Вы же ребят играли в него или первый раз? Да, вообще. Я играл две игры с зонем. Ну, наше с зону, сыграл две игры. Вы Семен номер два. Что? Не, вы Семен. Я вообще не играл в него. Ни разу не играл. Он, 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 он чемпион. А кто, кстати, чемпион прошлого сезона, вот с Андреем в настоящем? Торонто. Торонто, Канада. Торонто, Роптер. Это единственное время канадской команды за всю историю? Первый раз за 25 лет. Там же хоккей рулит. Как они так? Они 25 лет назад пришли в лигу или 24 лет? Может, там, может, у меня жены хоккеисты перешли, баскетболистам просто наваяли? Ну, можно так сказать. Он самый веселый парень. Он перешел. Вова, товарь. Вот это будет уже интересно. Но почему-то никто не берет чемпиона Торонто? Потому что у них перешел тот, кто привел в чемпион. То есть они выиграли и разбежались? Он не выиграл, и он ушел. А, кто там у них самый? Кавай. Как? Леонард Кавай. Леонард Кавай. Леонард Кавай. Кавай. Вот он. То есть... Ну, что там? Не успел взять. Все, запомнил его? Кого-кого? Вот его. Вот он. Все взял, да-да. Афро-Афро-Мириканин. Можно и так сказать. Значит... За Чикаго будет играть у нас Семенов в кепке? Да. Или в панамке? Антон, Антон, Антон. Мы-то знаем, что вы Антона. Вы-то, кого выбрали. Черт. Я бы сказать, за Хьюстон, за бороду. Человек, который в этом году поставит самый уникальный рекорд НБА за всю историю НБА. Потому что он идет на рекорд 40 плюс за игру в среднем, зависит от зона. 40 плюс, понимаете, он накидывает больше 40 очков. Я хоть месяц снимаю баскетбол, но ничего не понимаю. То есть, если бы я за смену 60 табуреток бы не собирал, да? Я раньше вырезал голы в футболе, а сейчас вырезаю голы в баскетболе, это гораздо больше. Уже сенсативнее, мы сейчас собьем сколько за все. Я на вас и потренируюсь комментировать. Помнишь Добермана и другую собаку, которую я постоянно показываю? Как вторая собака, если попрыгает? Так, у нас в итоге быки против Хирстона. Животные-то какое у них символ? Какое? Ракеты, да? Ракеты, да? Антон, у тебя ракеты? Да. То есть, у нас быки против ракет, вот такое необычное сочетание. Кто же победит? Семен, кладовщик, либо Антон, физрук. Да, Антон, ты физрук? Да. Все верно, запомнил. Так, в белом кто играет, расскажите. Антон, да, в белом. Тринадцатый номер. О, хороший, подосохнул. По-моему, заступ был, два очка всего. Приз получил, отлично. Кажется, пожалуйста, какой-нибудь приз принятать. Серьезно? Наехали. Серьезно? 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 Два-два, что ли, уже? Три. О, три даже забывает, Семен. А Гаврил не умеет играть, а вон трешечка сразу. Семен в эту игру. У вас был Антон турнир по баскетболу уже? Да. А Джон избил? Был же турнир по баскетболу? Да. Семен какое место занял? По-моему, в третьем этапе выйдет там. Ну, неплохо. То есть, до третьего этапа вы дошли? Или до туда все доходили? Ну, можно, хватит сказать. Там немного на баскетболу. Антон, вы играли баскетбол в турнирах? Нет. Первый этап играл минус 20, второй минус 30. То есть, до третьего этапа вы не дошли? Короче, я проиграл целый сезон баскеттан. И думал, ой, я крутой. Я сел, получил минус 20, первый играл минус 30, второй. Кстати, мне даже за командой играешь все равно. До третьего сезона вы не дошли? До третьего этапа, точнее. Ну, нет, я вышел там по воле жребия. Но, короче, получилось еще что-то. Были ли у вас игроки Старого Соболя? Да. Участвовали ли в турнире? Да, да. И помогла бы им или вот установка в реальной жизни? Виртуальном? По-моему, Сега Петелин с чемпионом. Или, может, ты или второй не у меня. Сега Петелин, да, я знаю, вот игрок. Старый Соболь играет на области. Я знаю, все и говорю, что у него и первое, и второе место было. Я с ним, кстати, играл. А первого, кто занял, вот он. Я уже забыл, я работаю за новое. Планируется ли новый турнир по баскетболу? Да. Наверное, уже в следующем году. Так, пока у нас что-то быки тут ушли в отрыв. То есть Семен-то действительно в порядке? Это где? Это Чикаго. А? Это Чикаго, а не я. То есть вы не за Чикаго играете, что ли? Я говорю, это не я, это Чикаго. А, то есть вы так скромно, да, что это? Клуб работает, а не вы. Едет, да. Остается только этот. Остается только этот. Остается только этот. Кнопочку нажимай. Удара, удара. Слушай, а почему они не бросают сверху? Ну, там, видишь, народу много стоит, ну, просто это. Вот я сегодня также матчи, кстати, снимал, я же сейчас в баскетбол иду, играл Старый Соболь против Евраз в НТМК. Думаете, какой счет? И кто выиграл? Ну, так просто. Ну, выиграл, мне кажется, Соболь. Хотя, не, в НТМК вроде тоже банка сильная. Так, ваш вопрос какой? Семен? Ну, давай я на НТМК поставлю. И это взрыв, Хачков, сколько? Плюс 5, да. Плюс 5, Антон? Старый Соболь, 50 человек. И выиграет в этом противостоянии в дополнительном таком суперкубке. Семен выиграл НТМК. Действующий чемпион их выносит всех. Старый Соболь, я на Старый Соболь. Нет, Антон тоже сказал Старый Соболь. И разрыв там был полтинничек, наверное, 100 счет 50 где-то был. Я даже не следил, я просто успевал фиксировать трешки там. Одна трешка за одной. Ребята просто там разошлись. Они, видимо, увидели, что камера, и сразу давай трешки клепать. Вот как и вы, видите же, что вас снимают, должны трешки клепать. Ну вот Антон потихоньку сокращает разрыв в счете. До конца первой четверти остается 3 минуты. Ну как-то... Пока что коллеги по работе без фолов играют. Что-то не было еще, да, таких? Штатные были уже. Надо немного отвлекаясь. Потому что извините. Опа, вот это да, вот это на камеру было. Руссель какой-то там забил. А вон там же подписаны игроки снизу точно. Вайт, вайт бьет, белый человек. Вот в отличие от футбола, вот такое я заметил, основное отличие, у них есть номер ноль. Да, и два нуля. А в футболе такого не бывает. Антон, почему не бывает в футболе ноль? Да, ну, грустно. Серьезно, нет? Вот Семена не знал. Тут нужно и ноль, и два нуля, так-то. Может, пойдет? Он должен пристреляться. 15-7. Пока что ракеты под руководство Антона проигрывают. О, там какой-то лис-мальчик танцевал, видите, слева. Вон, Мишка или кто это? Ничего себе, круто. Ну, с графикой все в порядке на PS4. О, скамека там аплодирует. Ну, прям как реально баскетбол. Угу. Это было странно. Как минимум. Ох ты, вот это классный был розыгрыш. Лавина. Восьмого, наверное, отличился. Где борода там? 17-9. По-прежнему Антон проигрывает. Борода отдыхают с ней. Видишь, штрафные внии. Видимо, тяжело очень физруком работать. Устает. Не вкладывай. А? Трудовико. Трудовико? Трудовико? Трудовико. Какая разница? Это все равно тяжелее, чем кладовщик. Все одна работа. Да. Ой, думал, что билет капелла, работяга. 19-13 разрыв, до шести очков сократился. Вы записали сегодня тяже? У-х. Вы записали сегодня тяже? На футбол-то? Ну, то мне кажется. В два снова, один тяже, да? Из Салды же? Даже из Салды приехали. Серьезно? Да, сегодня. Между городской уровень. Турнир выходит на новый уровень сегодня. Ребята в Салдель меня все обыграли, так что сегодня нужно... Тагилу показать, что мы не хуже. Антоха. А что было? Ну, у тебя там висело окошко. Ну, пока что идет разбита в баскетбол. Вот Батадата забивает, да? Вот этот чемпион. Претендентка MVP. Но он пока не чемпион, но просто борода. Он просто неплох. Есть. И счет 19-18. Еще и штрафной брусок. Точен. Еще один. Семен. Делал счет 21-18. И 15 секунд. Антон, нужно бросать с полполя. Думал, как ставить. Нет. Антон, просто надежно, здесь два очка. Вот с полполя удар, последние секунды. Трехочковый. Нет, все-таки тоже Семен комбинирует. И вот он трехочковый, нет, мимо. 21-20. И команда ходит на перерыв. Ну, Семен, подисти впечатлением, после первой четверти, как-то тяжело играть против трудовика. Из рука, без рука. Очень тяжело. Тяжело. Тебе неинтересно, братья против трудовика. У меня плохо, верно. Новый год, 12. Не забивают. Подбивай. И что, уже все, вторая часть, верночилась. 6 минут, по 6 минут. Уже не знаю. Номер ноль, белый, white. Держит мяч. Но тут в баскетболе временно атака уграничена. Вот тут. Она состоялась, мимо трехочковые. Тоже не удается. Антон в атаке. 23-23. Я тоже во всём естественно. Господи. Но это в сцене порадово, но не врачи. Почему он не съел это? Да. Чем бы. Чем бы. Чем бы. Счет 23-23, застыл у нас на табло, никто не может отличиться. И выйти вперед. Вот атака. Атака и кто выходит вперед? Чикаго. Чикаго. Семен, вы да, вышли. Вы же вышли? Да. Да. Ну, встреча в первой части была полное преимущество Семена. Вот Антон собрался и... Процент выбивает. И даже выходит вперед в первые матчи. Второй раз. Второй раз. Антон даже считает, сколько раз выходит вперед. Да. Ну, есть представители, а есть организаторы фестиваля, в первой части была инклюзивного там. Ну, зайдите. Менч это возможно. Да. 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 Спасибо. И вот три очка. Антон снова увеличивает отрыв. 29-25. Ответ Семена также трехочковый. Ну, прям повторяйте сценарий матча сегодня Тагильского. Где там по трешке. Одни трешки клепали друг к другу. Да. Что-то пока мы не видим блок-шотов. Были они вообще в матче? Ни одного? Совершенно. То есть вы не умеете блокировать, только забивать? Ну да. Зачем блокировать? Ну да. Зачем блокировать? Более монетизировалось. Монетизировалось? Это что значит? Это значит, что кроме вот такого формата игры, ты ничего не можешь себе позволить. Бесплатно. А, то есть нужно платить за все? Нет. У меня готовность. Все можно? Да. Подписку тоже надо оплачивать. Почему это у вас все можно? Потому что это был золотой тайм. А, то есть вы сразу больше вложили и у вас все открыто? Да. А я на черном пянец. Ну хорошо, трудовики живут. Ничего не скажешь. Бери я навес. Он навесом забил просто и все. Парашютом? Да. Что-то дождя. У меня накрывается. Хьюстон, Хьюстон пока что по-прежнему впереди. Ракеты. Пока что выше быков. Ну комбинируют. Убросок и что там? Удавный счет снова. 34-34. Вот это да. Напряженно у нас вторая четверки. Вот сейчас заработает фолы. Не трогайте пацаны его лучше. Ох ты. Красиво забивает борода. Борода, да? Это вот. Тринадцатый номер. Что-то все зрители встали. Что это было? Нарушение. классный дриблинг, проход под кольцо, бросок точно 36.36, снова счет сгонялся мимо на этот раз, а машина проходит в Хьюстоне, то есть Антон играет на домашней арене, из-за этого ему легче, все-таки зрители когда встают, тем больше аплодируют Антону, и вот талисманчик там тоже отвлекает, наверное, Семенова Вау, танцы пошли 39.36 Опа, небольшая пауза И снова готов лжать Очередной бросок мимо С мячом 32 номер, падает восьмого Комбинирует, и вот снова белая, номер 0, бросок Мимо Минута, минута осталась, ребята, нужно поднажать Вот это вот Очередной трех очков выдается быкам, 39.39, фантастика Ну, тут Антон сразу тут же отвечает два очка, еще и фолл, то есть в одной атаке можно набрать 3 балла Так, есть получается А Мишка все-все-все танцует, что-то он не устал там танцевать еще А, то есть в полной весе он танцует, а у Семена ничего не танцует А то хоть сегодня все же чемпионы по ФИФА будут В предыдущих лет Димы не будет Димы Давыдова не будет, так у нас появляются шансы хорошие Ну, это очень-очень хорошая новость Для желающих обогатиться 7600 Абсолютная сумма Вы, то есть, мы записались на ФИФА? Как это, вы так спечариваете сказали? Он там? Я еще не записался Он там ты делаешь или ты делаешь? Я делаю А что ты там делаешь? Ну, вот направо на этот джойстик Серьезно, я думал, он джойстик-брадок не бросает? Нет А он не бросает два джойстика? Ну, если ты направляешь два джойстика в одну сторону, то он начинает бросать А так-то это вот финты Вот что, вот вниз нажимаешь, короче, это он под ногами его проводит Тут даже соперники делятся опытом, комбинациями, как что нажимать Как будто не соперники, а в одном заведении работают Прокручивается, блин, да То есть, вправо-влево там, да, всякие, вправо-влево он мотает И все, и все, и все, у нас первая половина матча закончилась, да? Да, да Кто выигрывает? Где, я не помню, да, еще А что, покушать пока это? Ничего себе, тут еще обидно паузу Баскетболисты поесть в перерывчике Мне кажется, так и делают А вдруг там допинг какой-нибудь? Семен, проверьте, что там в блюде Мерседол, не стою там, надо Как взрывайся? Нет Я взрывай Техническое поражение, так что все что? Опа, вот это, да, шоу летучих баскетболистов Вот это как раз и нужно заснять Ну что-то оно прекратилось Потом, похоже, у вас тоже неполная версия Что-то он один раз прыгнул и все Ну а, дорогие зрители, мы пока что придемся на обеденный перерыв Продолжим через несколько минут Ждем развязку матча Ну вот так вот, баскетболисты неожиданно начали, даже не подождая комментаторов И счет уже у нас 43-47 И зрители не увидят в повторе вот их голов за это время Или их не было? Один был Кто забил? А, два было, я забил его Ну вот так вот, Семен, оставься, а ты без повторов забитых мячей Так, у нас лидирует Антон, 47-46 в одно очко Хороший подбор Семена, и что там, в лицо получил удар, вот это да Антон, Антон грубит Видимо, что-то все-таки в пище было какой-то допинг И так у нас снова счет А, нет, 49-46, Антон по-прежнему лидирует Ну, блюдо мы пошлем на экспертизу, да, Семен, если проиграем? Я сам попробую Ее, отрыв, отрыв уже у нас 6 очков Вот что значит подкрепиться в перерыве А вы когда в турнире играли между собой не встречались? О, нет, по-моему, да То есть это ваша официальная первая игра? Нет, тренер А? Тренер четвертая Не, ну вы уже не встречались между собой? Нет, нет Ну вот эта же турнирная у нас такая А, в этом официально не встречались? Ну да, с комментариями все такое Все заснято на память Такая у нас разминка перед турниром по FIFA Разогрев Кто выиграет, проходит следующий раунд по FIFA Сразу во второй Какой приз у нас на канон, Антон? Вот сейчас, кто выиграет? Что получит от бара гора? Что за слова? Что за слова? На всю жизнь Потому что есть за что бороться Семен Семен что-то не мотивировал, он по-прежнему проигрывает А, то есть он подыгрывает, да, немного? Да 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 У нас игрок с бородой Нас номер Но это раз после 25-го реверс Пратная передача Чендлера И от счета попадает точно в кольцо 19 номер Да Борода джуниор Джуниор Ну по процентам у тебя прям понесели Ну комбинирует Будет ли бросок? Хочет доверно, доверно разыграть Пока что возможности пробить нету И вот она появилась, 12 номер, точно 2 очка 53-59 И уже повесее стало Семену И тут же вот классно, вот такую 55-59 О, Семен, то тем временем тоже что-то попивает Антон Так что мы его, и мы его проверим После игры У нас время А как ты будешь снимать телевизором? Я же буду промо ролик делать А так вообще на PlayStation есть функция прям записывать Можно даже не снимать Включаешь ее А, запись и правда Да, все идет Может уже Да вы слышен? Да, сразу на YouTube можно транслировать Мы делали стримы Там фара можно на Facebook укладывать Да Вообще, давайте сразу примутся на связь Организуем с трех телевизоров И все будут смотреть болельщики Кто не приехал То есть, мы тебе навыти�� один всядет и будет смотреть и перевести на одном На сутку Пропустил, но камера ничего не пропустила Все записано Все потом посмотрим Ну из потому что У нас был треугольник Вот, ребята, даже не знаю как на вес сделать, да? Вот, все на ходу вспомнимается Вот что называется. Давно не играли. И счет у нас уже 63-57. Третья четверть подходит к концу. Страсти уже потихоньку разгорается. Бой как-никак. Самое последнее напряженное. Это четвертая четверть, когда все решается. Ну если соперники такие равные. И разрыв них в 50 очков. В тагическом Дерге. 60-65. Семеной не сдается. Все-таки он хочет получить повышение и тоже стать трудовиком. Антон нервничал. Он не хочет, похоже, переходить на склад. И да, разрыв-то всего 3 очка тем временем. Ребята, в атаке уайт. И да, 2-2 очка. Разрыв сократился до минимума в 1 балл. Мишка по-прежнему танцует, но уже не так весело. Его команда потихоньку начинает проигрывать. И вновь Антону не везет. Но вот и тут не получается. И третья, третья попытка должна. Да, третья получается. 67-44. Нужно сейчас Семену забивать трехочковый, чтобы все время счет матча. Но нет, Семен пытается 2 почему-то пробить. Немножко статикой у него. В третьей четверти не очень. А вот Антону надежно. 2 очка. Семен, вы будете трехочковый пробивать? Вам же нужно догонять? Да. Или вы любите надежность? Не приспевать? Я думаю, терять мяч. А, даже терять мяч. Только сейчас, например. Потихоньку зрители начинают заполнять. Не только виртуальный стадион, но и реальный. Их прибавят на 2 человека. Чейкс. А что тут, блядь, сейчас сделали? Нам нужно доиграть, пока футболисты не начали подходить. Они скажут, что за баскетбол, и сразу развернутся, уйдут. Я не знаю, что это единицы, как я, переходят из футбола к баскетболу. Что ты, обокрали молодого. Ребята, а в реальной жизни вы играете в баскетбол вообще? Я играл раза в 3 летом. Этим летом. Значит, есть опыт Антон. Вы играете в баскетбол. Я, ты был за красавчик в баскетболе. А? То есть, у вас есть кольцо, но играть вы пока не начали? Я купил себе кроссовки в баскетболе. А, кроссовки? А кольцо-то купили без кольца? Как купил? Я заказал, но я не купил, мне не хватило денег. Они уехали обратно. Кроссовки уехали? Да. Но я заказал это на постамат, а зарплату не получил. А кольцо-то у вас есть? Кольцо? Куда забивают? Кольцо-то вам зацзали на игре какие-то. Серьезно? И что сейчас делать? Я Фима позвонил, сказал, что он добрал. Ну, вот Александр Сергеевич выручил. Так бы. Может, поэтому вы решили сегодня в баскетбол играть? У нас кольцо вставили, чтобы хоть здесь оно было у вас под рукой. Но у нас с тем временем уже четвертая часть началась. Вот так вот ребята ничего не сообщают, а сами уже заканчивают матч потихоньку. И у нас по-прежнему лидируют ракеты. Команда в белом. Антон трехочковый точен выходит в отрыв. Но это хорошая заявка на почет и уважение, да, Антон? У нас Семен, Семен не сдается. Время еще есть, еще 45 минут в баскетболе. Все возможно за минуту перевернуть результат в свою сторону. Ну, вот Антон, Антон тоже играет в своем стиле, забивает. Вот, хорошая возможность. Зачем, блин, зачем? Шоу-шоу, забрось, зажал. Вообще, да я жал, когда придусь, Антон. Эмоции, эмоции хоть у игроков появились под конец матча. Начали задавать вечные вопросы, зачем? И классный проход в Соне. Снова борода, борода забивает. Джеймс, да, Джеймс? Джеймс Харгин. Харгин. У нас встречаются две американские команды, да? Да. Никто канадский не стал выбирать. Канаде одна команда. А сейчас же из Мексики там есть? Нет в Мексике, это только в Хоккей, да, Мексика? Венхел. Тут не есть. По-моему, есть же мексиканская. Сан-Се Шарг? Да, да, да. А сан-Се не в Мексике, это штат Голланд. Сан-Се, Калоратов? Серьезно? Серьезно? Да, да. Серьезно? А я всю жизнь думал, что и мексиканская команда играет. Вот это да. Такие неожиданности помогают разобраться в географии. Знатоки американского хоккея. Снова ракеты в атаке и забить не удается. Семен, это шанс для Семена. Сократить разрыв в счете. Комбинируют, комбинируют. Техочковый бросок и мимо. Немного силы удара не рассчитал. Но подбор за быками. Быки, быки с крючком. И снова мимо. Может нужно просто кинуть в талисманчик мишку. Сразу там десяточку накинут. Семен, не пробовали ни разу? Нет. Я не нашел. Ой, как это началось. Похоже фобу зафиксирован. Нет, да, фоу. Но это будет в разрыв просто. А вот почему иногда зафоу назначают шрафные броски, а иногда вот процесс аута? Потому что иногда есть бонусы. Я шрафных потом... Во время броски, если ты бросаешь на тебе фалят, то ты бросаешь штрафные. Ага. А если просто во время игры и у команды нет бонуса, то просто вы не сможете бросать. Ну спасибо, ребята. Вы мне... За 5 фалов, по 5 фалов. Спасибо. Хоть вы мне объясните. Мне когда стыдно подходить к баскетбалистам и спрашивать их. Ребята, я вас снимаю месяц. Объясните. Объясните, что вы тут делаете вообще. Как вообще так получается? Как вы садитесь? Что-то у меня вопрос. Иногда мяч попадает в щит, и он загорается. Почему? В какую точку щита нужно попасть, чтобы он загорелся? Это где-то. Это у нас в Тагиле. Даже в Америке такого нету, да. То есть такого нету, да, в НБА 2К? Я не понимаю, если честно. Антон, вы видели такое, что кидаешь мяч в щит, и он загорается? Кто поджигается, то я щит, наверное, не знаю. Ну как, огняками загорается. Будем как грилянда. К Новому году. Но так грилянду не мешают. Представьте, у нас в Тагиле такой вот уровень баскетбола. Вы даже вот не знали, американцы. Так что всех-всех зовем на чемпионат России, который начнется на следующей неделе. В Нижнем Тагиле. Кто наше? Чемпионат России среди юноши. 3-4 команды. Там, по-моему, Тюрьмей, Сахалин, что-то еще какие-то две. Они же там постоянно ходят? Да, в декабре вообще будет 3 турнира. Чемпионат России. Так что приходите на баскетбол. Будем вас ждать, дорогие зрители. Мишка, Мишка что-то погрустнел. Почему грустит Мишка? Его же команда выигрывает. Ваша версия. Может, он устал просто танцевать? Четыре четверти. Плохо. Плохо, отчего может быть плохо. Будет такая атмосфера хорошая. Антон. Второго штрафа не удалось забить. Счет 88-58. Запутайся, говори, такие цифры. Ракеты по-прежнему впереди и выше. Запись матча у нас продолжается. Уже прошло 14 минут второй половины матча. Постоянет сивфой очень долго играть. Нет, а может, его поставит меньше, чтобы просто поставить. Поставить, да. Постоянет, чтобы почему-то пошли. Нет, автоматически. Что это было такое? Заснимаем эти эмоции. Вот это да. Счет уже 92.87. Сможешь ли одна из команд перейти за соточку? Вот это интрига, интрига дня. В Тагиле такое сегодня случилось. Евраз, ТМК за соточку перешли. 105. Мы играем с кем? Со школой? Со Старым Соболем. Да, ну, со школы Старой Соболем. 96.87. Все-таки, похоже, Антон хочет за соточку перейти тоже. Повторить успех Евраза. Но Семен, наверное, помешает ему это сделать? За оставшуюся минуту микро-челлендж для Семена. Сможет для него продержаться и дать забить себе 100 больше стачков. Хорошо. Девочки, считай, новость всегда. 158, там, Соболем, выберем. И да, это не шутка. Счет, тем временем, 89-98. Цифры одинаковые, но лидируют ракеты. Тыж, ну, как бы попал бы в Болова, Сладочка? Я бы даже был в Бордаж, но был бы в 48-м очередь. Проход, стойный проход. И удается Семену сделать счет 91-98. Антон, два очка вас отделяет от рекорда. Играл бы я с шагом. В 100 мячей. И вот он, бросок мимо. 20 секунд. И в этот момент Семен делает счет 93-98. 18 секунд, и конца мая, сейчас может ли Антон забить, набрать 100 баллов. 17 номер комбинирует. И да, удается Антон. Поздравляем вас, 100. Это рекорд бара. Вот такие эмоции. Возьмите, они тоже радуются. Я первый раз в сотку помогу. И даже Мишка оживился сразу. Вот что он ждал всю игру. Как Харпер, 44 очка, 44. 44, набрал лучший игрок Борода. И встегрил, что это? Давай еще там. Мишка вообще пляшет там, как, я не знаю, как Бог. 8 секунд до конца матча, а счет 96-100. Семен, вы можете забить, 3 очка еще, фу, заработать. По сейболю нет ничьих. Если будет равный счет, дополнено время же будет? Вот это да. Но тем временем Антон, Антон хоронит, хоронит Семена, 101-96. И еще забивает пару гвоздей в игрок. 102-96. Все, это конец. Семен все-таки сопротивляется трешечку в конце матча. Приносит своей команде. Антон тем временем почему-то 5 шостны пробивает. Это шестые фолы, да? Или что? Да, да. Шестые фолы, как в мини-футболе. Но их реализовать не удалось. С полполя не успевает. Вот это матч. Ребята, давайте интервью у вас возьму. Я проиграл. Я это, пока не могу дать. Хьюстон Рокерс, команда, которая играла в дело, победила сегодня. Ну, Антон, расскажешь, как это случилось? Садись в пещину. Ну, сегодня зарешал Борода, как всегда, Джеймс Харден 44 очка. Ну, и Рассел Весбург тоже сделал данг дня. Ну, просто я так вот, когда он забил свой данг. Это было очень круто. Поэтому сегодня Хьюстон, все-таки командные игры и супер-мега Бороды, что тащил эту победу. Это первая еда моя над игрехой. Что в кашке, а игре соперника? Ну, я говорю, это первая еда над игроком этим, потому что он хорош всегда. Команда упорная. Вы сами видели счет, там раненцев 4 или 5 очков всего лишь, 6, может быть. И то, в последние 5 минутки все решилось. А так, в принципе, как бы шли ровно в ровень. Плюс 2, минус 2, плюс 3, минус 3. Скажи, как он на самом деле зовут Селёжа, это псевдодим? Кого? А, это Игорь. Да, на самом деле это Игорь Семен, у меня двойное имя. Красивое имя, с двух состоит. Ну, и кому посвящаете эту победу? Я обучаю своему сыну Марку, он тоже любит баскет. Малет на площадке с ним тренером он кидает, так что. Вместе с ним-то играете? Баскетбол нет, у него не получается, футбик играем. Баскетбол играет. Ну, мы играем за ту команду, потому что он не любит проигрывать меня, поэтому мы играем за ту команду. А поддаться может как-то нет? Ну, нет, лучше пусть сразу готовят сопротивлению и готовятся играть лучше. То есть, тренируйте его на своей команде, а потом уже будет один игрок? Ждем Мартлева. На турнирчике, да, 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 да. Отдают уже конкуренцию. Да, было очень круто будет. Ну, спасибо вам, Антон, желаю вам, желаю удачи в следующих матчах. Да, давай. И провести турнир. Да, да, да. Второй турнир по ритуально-давянски. Бэн-ба, да, да. И ждем господистов Старого Соболя. Здесь, да. А, они уже у нас играли в прошлый раз. Ну, я понял, ну, я всех оповещу. Давай, давай. Все же, давай. Давай. Спасибо вам, Который, удачи. Игорь Тарандастин-3. А? Игорь Тарандастин-3. Игорь, не дай, привет. Игорь Тарпау после поражения пошел, наверное, тренироваться. Что в следующий раз обыграть Антона. Ну, это мы закончим трансляцию с такого драгиозного матча, который послужил фрологом пятого турнира по FIFA уже. Ну, вообще, пятого турнира по FIFA и первого. Сегодня был первый турнир по FIFA 2020, вот тогда, да. Так что ждем. Желый футбол. Который был Илья Хрифонс. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.